Привет, друг! Если ты смотришь данное видео, значит у тебя явные проблемы с игрой, либо ты только начинаешь становление в игре. Для таких игроков я бы посоветовал пересесть на вторую эпоху, так как там линейка 34-ок, и именно на советскую технику. Потому что у них неплохая наклонная броня, которая иногда рикошетит, в отличие от немецкой, британской, американской техники. Где в основном там попадание фатальное. Почему именно 34-ки? Потому что у данной техники есть снаряд МД-8. Он лучший снаряд на второй-третьей эпохе. Имеет прекраснейшее заброневое воздействие. То есть в 80% либо техника уничтожена с первого раза, либо у нее там просто фарш, то есть выбиты все модули. Раненые там экипажи и так далее. Поэтому данный снаряд плюс данная машина показывают прекрасные результаты. Плюс вы научитесь более агрессивно играть. В данной игре агрессия это очень часто признак успеха. Почему? Я вам посоветую реалистичные режимы. Так как в симуляторных боях мы не видим сетапов, которые очень часто нам нужны. Поэтому он отпадает. А в аркадных боях казенное орудие какое-нибудь, оно все равно продолжает стрелять. В отличие от реалистичным. Да, где при сломанной казенке очень часто происходит детонация, если противник вас стреляет и самоуничтожается. Сейчас, когда загрузится бой, я вам попытаюсь наглядно показать, почему именно эта техника нужна для тех, кто хочет хоть как-то поднять свой скилл, свою стату и научиться играть. Конечно, поначалу надо будет привыкнуть к данной машине. При том, что некоторые игроки любят легкие танки, кто-то любит тяжелые танки, кто-то любит ПТшки всевозможные. Но я бы вам советовал именно со среднего танка начать. Да и при том, у него и подвижность, и огневая мощь порой намного эффективнее, чем у каких-нибудь ПТшек или ТТшек. Те же Черчилли, которые достаточно часто встречаются против Т-34, они не выдерживают попадания, плюс они медленные. Единственное преимущество Черчилля, у меня есть обзор, то есть вы можете тоже его посмотреть. Единственное преимущество данного танка, очень высокая скорострельность, как и у всех пушек британцев. Хорошее пробитие и высокая скорострельность. В общем, когда вы более-менее научитесь играть на данных машинах, я имею ввиду на Т-34, я вам советую дальше продолжать играть. Например, хорошая очень машина, это Т-34-57, Т-44, тоже прекрасная машина. Т-34-85, неплохая очень машина, то есть эффективная. Ну и Т-54 соответственно, с 41-го года. Вам надо научиться, в первую очередь, подходить к игре более серьезно. Не выехал, стрельнул. Если вы хотите изменить ситуацию текущую, то, как я вам сказал, вам надо достаточно серьезно подойти к игре. Если вы будете зашел, грубо говоря, под пивко, у вас никогда не будет результата. Вот. Соответственно, повышать уровень своей игры можно, просто научившись понимать бой. Как-то так. В общем, сейчас наглядно я вам продемонстрирую, что такое Т-34 со своим снарядом. В общем, я буду атаковать точку С, я появлюсь на верхней точке. Но вы поймете почему. По ходу действия я вам буду объяснять. Выбираете перед боем где-то примерно, ну, там, процентов 35 снарядов. Это влияет на детонацию боекомплектов. Берете один осколочный фугасный снаряд. Это обязательно, потому что очень часто встречаются какие-нибудь зенитки. Вот. И бронебойные снаряды их не очень берут, поэтому очень фугасный. Или пулемет. Старайтесь действовать из-за укрытий, старайтесь не ехать в лоб, если это не даст вам какой-то результативности. Сейчас мы заедем где-то на С-7, ну, или Б-7, где-то там, в том районе. Перед этим мы дадим, соответственно, арту, потому что британские... А, нет, против нас немцы. Тогда, я думаю, даже не стоит это делать. Потому что у них нету скорости, в отличие от тех же британцев, советов и американцев. Советую вам не перестреливаться. С-34-ка, это танк в основном среднего, ближнего боя. В ближнем бою она наносит максимальное количество урона. Не отвлекайтесь на ботов, старайтесь учиться и играйте именно против игроков. Карта, честно вам скажу, полное говно. Ну, это я по своему опыту сужу. Я ее терпеть не могу, как и большинство таких карт. Вот, и сражения Ля-Ла-Мэйн и так далее. Нормандия, так и так далее. То есть, данные карты, как я понимаю, вообще предназначены у нас больше для... Четвертой эпохи, да, где у нас уже серьезные такие танки. То есть, если вы видите захват точку, автоматом кидайте туда арту. Не забывайте использовать артиллерию. Она не имеет большой эффективность, зато она часто пугает противника, который, допустим, захватывает точку. Выцеливайтесь, старайтесь, плоские детали танка. Наши берут точку Б. Сейчас нашу точку А будут брать, а эти, скорее всего, будут брать точку С. Потому что с той стороны очень удобно. На карте, как вы видите, вот здесь, в основном, боты. Они иногда очень сильно отвлекают. Мы добрались до точки. Мы не будем брать точку. Мы будем ждать, пока кто-то приедет. Чтобы глуполучно сделать минуса. Зенитка стреляет. По мне боты стреляет. Не знаю, зачем разработчики вообще делали ботов. По-моему, они только не мешают. Заезжаем куда-нибудь сюда и начинаем просто смотреть всю территорию, осматривать. Первый клейер. Как вы видите, сразу повреждения, очень серьезные. Минус один. Это тоже норма. Как вы видите, боты все простреливают. Мне дали помощь. Там еще ямка. С ямкой можно достаточно агрессивно скидать. К сожалению, мне попали в бак. Плюс еще ямка мне выбрала двиг. Я не прочекал F2. Но боты уже начинают просто бесить. Тут они видите, да? Гуляют через всю карту. И победа в наших руках. Вражеские войска захватили точку. Так, на данный момент нам надо F2. Ну, вот единственный минус советской техники, это углы наводки. Они ублюдские, и разработчики как бы это знают. Сейчас третья-четверка получит по счету. Опять попадание, но, правда, с каким-то урожем. Большим. Вот. Он выбился козенку. Тричетверку его добрала. Теперь мы будем убивать вон того. Хотя он уже мертв. В городе все же еще есть темка. Не удивляйтесь многим вещам. Багов в игре просто море. Поэтому Иногда попадение там, где должен пробить. Просто засчитываться как попадание. Как вы видите, танк-тричетверка достаточно живуч. На данный момент у нас один фраг. Две помощи. Ну, и опять попадание. Понятие попадания в игре ну, вот, например, да, то есть человек попал с ваншотом. Вы попали и не несли никакого уровня. Потому что в игре есть хп. Не забывайте это. Соответственно, фарш, о котором я вам говорил. Если вы можете доехать и добить данный. Вот. Он продолжает долбить. Сейчас мы заберем М. Все. Теперь смотрим, кто по нам стрелял. все. Стихи. Степенно достаточно аккуратно. Где-то на уровень. Врезем. Все. Смотрите за трассерами. ну вот и все, то есть опять это фарш, о котором я вам и говорил, скорее всего это танк когда у вас готово сразу вскрытить фарш как вы видели, он уже вскрытил три фрага но вы главное играйте на победу, то есть количество фрагов придет со временем для начала вам надо научиться играть на победу а потом уже умыть статистики и так далее теперь мы выезжаем на более выгодную позицию тут очень хороший прострел конечно, знание карты много что дает вот например, видите, внизу против вот и все, у него наводчик, трансмиссия и механик-водитель соответственно, штуку надо стрелять в правую часть Денева Мехова вот сюда будет ну, как вы видите, у меня долго очень перезарядка где я не попал то есть он сейчас на починке у нас есть возможность еще раз стрелять ну, хватили точку авиация, ребята, тоже будет ну, что-то с чем-то просто вот и все, попал именно туда, куда и планировал как вы видите, попадание первое же, да, привело к фатальным последствиям я имею ввиду, точно попадаю под зенит то есть самый главный ваш враг это даже не танк, это зенит определение дальности у вас придет со временем для начала для начала вам надо узнать карту научиться маневрировать здесь, как вы видите даже с двумя членами экипажа я достаточно комфортно себя чувствую о том я вам и говорил что 34-ка это именно живучая достаточно машина плюс имеет хороший снаряд поэтому я вам, соответственно, и советую играть за советскую технику ну, именно эту потому что в дальнейшем будет решать уже просто хорошо а немцы фактически проиграли данную карту вообще, когда попадаете против немецкомп 90% побед потому что немцы не тянут три нации сразу у каждой нации своя есть плюсы у британцев расстрельность у советов это хорошее заброневое у американцев это, в основном, скорость достаточно быстрее ворот башни внимание на карту если вы хотите обезопасить себя от самолетов допустим, вас зажали несколько самолетов летает я советую перед собой кинуть арт-удар есть баг в игре когда арт-удар сбивает самолет притом достаточно часто и в начале вот у нас тут практически не а мне дадут помощь на более маленьких картах можно действовать более агрессивно на больших картах можно действовать из засад единственное не забывайте про орудия я имею ввиду углы наводки они очень плохие сейчас переключимся но вряд ли мы успеем конечно убить и нитку вот соответственно итог боя у нас сейчас посмотрим у нас 4 помощи 4 фрага захваченная точка 97 ваш кпд активность ваша в бою ну деньги соответственно ниже потому что я играл на т-34 еще раз повторюсь на данных машинах вы научитесь первое более-менее ориентироваться в бою второе вы увидев противника первым с большой вероятностью с большой вероятностью либо нанесете большой крит либо уничтожите его поэтому я вам и советую играть именно на данных машинах и на данной эпохе и соответственно в реалистичных боях вы видели что при попадании в казенку у танк противник нечего не смог сделать в аркаде в аркаде я думаю что он бы мог мне ответить да и уничтожить меня соответственно в общем это один из первых обучающих уроков я думаю в дальнейшем я сделаю еще несколько уроков как бы на более высоких рангах но для начала мне кажется надо научиться именно вот на данных рангах играть если вы научитесь играть на данных рангах дальше будет в общем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока